Сезон лука и чеснока. Несмотря на то, что период вакцинации от гриппа в стране уже официально завершен, в регионе он пока еще продолжается. Всему виной массовый отказ родителей прививать своих детей. Мол, от этой процедуры никакой пользы, а шансы заболеть, наоборот, только возрастают. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в округе против гриппа привито чуть более 10 тысяч человек. По плану нужно больше. Почему люди все чаще отказываются от вакцинации, выяснял Олег Котензейский. Основной удар опасные вирусы наносят по молодежи. Впрочем, студентка профессионального училища Татьяна Григорова теперь чувствует себя вполне защищенной в буквальном смысле. Прививку от гриппа она сделала еще две недели назад. Побочных эффектов от введенного препарата ее организм не почувствовал. Мне без разницы. Мне говорят, что лучше делать. Я и делаю. Но это же не вредно. Я думаю. Отнюдь далеко не все с этим согласятся. Многие уверены. Приивка от гриппа, наоборот, повышает шансы заболеть этим недугом. А еще, якобы, препарат вызывает неприятные последствия. Головную боль, тошноту и ломку. Я сделала разницу. Мне было очень плохо. Потому что не каждому уже время приходит. То есть после этого вы перестали делать, да? Вы болеете, нет? Я убью. Нет. В кабинете, где проходит вакцинация, ни одной живой души. По словам медика, желающих привиться с каждым днем становится все меньше. В основном, по статистике, это люди пожилого возраста. Чтобы не болеть, я каждый год делала. Да ничего так-то. Сам препарат мы решили спробовать на себе. Вот он. Называется Гриппол Плюс. Чтобы понять, действительно ли есть побочные эффекты. Это, пожалуй, тот редкий случай, когда прививку от гриппа я делаю не по собственной воле, а для того, чтобы стендап получился эффектным. Ладно, готов. Колите. Вся процедура занимает буквально несколько секунд. Скажу честно, абсолютно не больно. Спасибо. Первые 15 минут ощущалось слабое головокружение. Ну а после состояние нормализовалось. Однако врач сразу же предупредил. Вечером может подняться температура. Наверное, как раз это и пугает родителей, которые отказываются прививать своих детей. Проблемы возникают с вакцинацией детского населения. Больше в городе Наринмаре. Село прививается лучше всегда. Каждый год число отказов родителей от вакцинации детей увеличивается. Из-за того, что средства массовой информации у нас распространены. Там, да, интернеты, компании против гриппа. Поэтому это всё ведёт к тому, что число отказов возрастает каждый год. Массовый отказ от прохождения вакцинации наблюдался и среди преподавателей. В прошлом году прививку от гриппа не пожелали сделать сразу 76 человек. Все они – учителя пятой школы. Роспотребнадзор обратился в суд и дело выиграл. Педагогов обязали сделать прививку. В соответствии с федеральным законодательством об иммунопрофилактике инфекционных болезней отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме граждан на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, в том числе работы в образовательных учреждениях. Вообще делать прививку от гриппа насильно, конечно, не заставляют, рекомендуют. Впрочем, если отказ идёт массовый, то Роспотребнадзор прибегает уже к другим методам, например, к суду. Итак, вакцинации подлежат следующие категории граждан. Медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники транспорта, коммунальной сферы, торговли, лица старше 60 лет и лица с хроническими соматическими заболеваниями. Если же ребёнок не привит от гриппа, то его напросто могут не допустить к спортивным соревнованиям, музыкальным фестивалям и даже к новогодней ёлке, в том числе кремлёвской. Год назад так и было. На праздник не пускали тех, кто отказался от вакцинации. Впрочем, последнее решение всё же за человеком. Первая волна заболеваемости опасным вирусом в регионе ожидается сразу после новогодних каникул, так что время привиться ещё есть, как минимум неделя.